Соратники Алексея Навального объявили о начале кампании в его поддержку. Об этом мы подробно рассказывали накануне. Сегодня же обсудим реализацию идей. Итак, во фонде борьбы с коррупцией, это иностранный агент, мы вынуждены об этом объявлять каждый раз по решению российских властей, предложили всем желающим оставить свой электронный адрес на специальном сайте free.navallin.com. Там же предлагается отметить свой дом на карте. Когда наберется 500 тысяч заявок, будет анонсирован митинг, сказали соратники Навального. Но уже сейчас о готовности выйти на этот самый митинг. На сайте заявили больше 180 тысяч, почти 190 тысяч человек. А значит, объявлять о дате демонстрации ФБК придется совсем скоро. Как поведут себя соратники Алексея Навального? И много ли людей на самом деле готовы сейчас, после этого довольно неприятного, опасного опыта январского, поговорим с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики «Новой газеты». Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы накануне, я читала, общались с радиостанцией «Эхо Москвы» и сказали, что люди не готовы выходить на акции протеста. Одновременно с этим я вижу цифры за такой короткий срок. Почти 200 тысяч человек заявили, что они готовы поддержать улицей, ногами, человека, лидера оппозиции, который сейчас сидит в исправительной колонии. Вы все еще уверены, что не будет активности? Ну, я не совсем так сказал. Я сказал, что активность может вернуться, но для этого нужны какие-то новые вводные. Должно что-то измениться с той заморозки протеста, как это случилось в феврале. Тогда заморозка была и буквально, и просто климатической, и было ощущение такого бессилия гражданского в какой-то момент времени, когда сторонники Навального, в общем, решили отказаться от еженедельных митингов, на которые, кажется, там часть активистов, по крайней мере, рассчитывала. И за это время фонд борьбы с коррупцией, он потерял значительное число своих активистов. В основных были разгромлены штабы, люди оказались под арестами, кто-то под домашним арестом, кто-то просто под уголовным преследованием. И это, конечно, всех, мне кажется, многих довольно сильно деморализовало. То есть мы пытаемся протестовать, ничего не происходит, после чего нас подвергают вот этим политическому террору. Для того, чтобы протест вернулся, мне кажется, обществу нужен какой-то и повод, и план одновременно. И я хочу сказать, что вот нынешние попытки команды Навального, оставшиеся на свободе, пытаться все-таки предлагать своим сторонникам какой-то план действий, и пытаться под невероятным давлением и невероятной цензурой, которая выстроена за последние годы в России, пытаться что-то делать, она, конечно, вызывает уважение. Более того, она показывает вот этот сайт при Навальной, он показывает, что попытки российских властей ограничить российских же граждан в доступе к политической информации, они, конечно, тщетны в современном мире. Если вы запрещаете призывы к выходу на акции, если вы не даете эту информацию распространять, блокируете соцсети или удаляете контент, это означает, что политическая оппозиция просто найдет другой способ информирования, ну вот, в частности, через такую систему подписок и имейлов. Казалось бы, имейл такая старая система, но вот она в данном случае оказывается хорошим способом информировать сторонников Навального о том, что происходит, и в том числе, как много их сейчас готовых действовать. Кирилл, а сейчас очень многие обсуждают еще, прошу прощения, что вас перебило, но помимо имейлов, ведь предлагается еще и отметить свой дом на карте, да, и многие осуждают, не просто обсуждают, да, а осуждают такой призыв ФБК, поскольку это подставляет, мол, тех людей, которые, например, живут в таких далеких российских регионах, где один человек там на тысячи готов объявить о том, что он не против выйти на улицу, где эти люди рискуют своей свободой, что их найдут обязательно представители правоохранительных органов. Вот как вы к этому разрезу дискуссии относитесь? Нет, ну тут, видите, тут, мне кажется, проблема в том, что если мы уже боимся сказать, где мы живем, да, там, с нашими политическими взглядами, то на что вообще мы можем рассчитывать? Ну, то есть, очевидно, что там нам не нужно и не митинговать тогда, и не открыто заявлять свои политические взгляды, потому что просто за все это к нам придут, и с нами там что-то сделают. Поэтому, мне кажется, понятно, что если ты в современной России, ты сторонник Навального, то, ну, как разумный человек, ты, наверное, понимаешь, что ты чем-то можешь рисковать, и ты видишь ежедневные примеры того, как люди под этим риском живут. Поэтому я бы не стал бы скорее преувеличивать вот эту проблему указания дома, тем более, что никто не мешает указать соседний дом. Вот, и, значит, и как бы в нашей политической охранке, вот этой нашей новой жандармерии сильно усложнить задачу и заставить тебя очень долго разыскивать по всему городу, даже если он маленький. Вот, поэтому такие, знаете, сценарии Ленина-жандарма из столетней давности, даже уже больше, вот они как-то к нам снова возвращаются. Вот, при этом, что мне не очень ясно в отношении этой картины, да, вот сейчас мы видим 186 тысяч человек, я не очень понимаю, как верифицируется готовность людей выходить на митинг. Если я пойду сейчас оставлю, или уже оставил, например, да, свою почту для того, чтобы быть в курсе проектов Навального под этой цензурой, то означает ли это, что я непременно сию минуту завтра или в любой день, когда мне... Да, готов выйти. Я готов выходить. Вторая проблема та же самая. Как отличать троллей и людей, которые регистрируются просто там ради лулзов, как говорят в интернете, да, просто посмеяться над Навальным. Как отличить провокаторов, как отличить людей, которые специально идут туда, чтобы там сотрудников Центра Э, условно говоря, чтобы посмотреть, что с этим будет. Миллионы принёженских троллей, в принципе, могут тоже записаться на эту платформу, если там нет другой способа верификации, и тоже заявить, что они готовы протестовать против всего. Вот в этом здесь механизм конверсии, да, подписок в участии в митингах для меня остаётся загадкой. И я для себя объясняю скорее нынешнюю ситуацию тем, что команда Навального пытается тестировать вот такие новые формы консолидации всё-таки с прицелом не столько, может быть, на митинги масштабные, да, сейчас, по крайней мере, вот в ближайшие недели, сколько всё-таки на подготовку к умному голосованию. Потому что вот эта вторая система умное голосование построена по похожему принципу, там тоже можно зарегистрироваться и получать информацию. И вот эта вторая система, она дублирует и уточняет, мне кажется, умное голосование. Таким образом, команда собирает там два таких датасета, которые можно друг с другом сравнивать, и можно рассчитывать на что в каждом конкретном округе вы можете, на что вы можете рассчитывать, да, в этой затяжной политической борьбе, которая нас ведёт. Вот интересно, что один из наших подписчиков на YouTube сейчас как раз комментирует, говорит, что указывать дом – это правильно, потому что люди будут знать, что в одном доме живут единомышленники. Это такой способ объединения на уровне, там, дворов, да, который уже был испробован, например, в момент, когда зажигались эти самые фонарики 14 февраля, Кирилл. Насколько это такой эффективный метод работы горизонтальной, да, можно сказать, на штабе Навального? Ну, мы видели, да, мы видели, как, на примере Беларуси, как протесты буквально уходят на такой суперлокальный уровень, уходят во дворы, в прямом смысле слова, да, и нас, на самом деле, мне кажется, тоже это ждёт, с учётом нынешнего уровня вот этого политического давления на активистов. Другое дело, что в отличие от Беларуси, к сожалению, российское общество всё-таки гораздо меньше в эти процессы вовлечено, и хорошая акция с фонариками показала, что людей, которые готовы в таких акциях участвовать, их сейчас, ну, относительно мало, они, точнее, очень неравномерно распределены по стране, где-то никто не вышел, где-то вышел один человек, а в других местах, вот там, не знаю, в общежитии высшей школы экономики, там, значит, охранники были в ужасе от того, как много студентов вышло светить в небо. Да. Вот, да, и поэтому консолидация важна, но она, мне кажется, находится на таком достаточно низком сейчас уровне, в том плане, что она может расти, безусловно.